Всем хай! С вами Юджин и друзья! Меня давно не было с вами, несколько дней. Простите, пожалуйста, что я так вот задержался, на то были причины, а еще простите, что мы так давно не играли с вами в Raft. У этого есть одна конкретная причина. Я немножко подустал от этой игры, мне нужно было освежиться чуть-чуть, и вот я освежился и теперь готов снова погружаться в этот мир. Тем более, что мы уже вот-вот скоро пройдем эту игру, судя по всему, так как это последний чептер, осталась последняя локация, возможно последняя, может быть там еще будет 2-3, но не больше, я думаю. Больше я в целом ни о чем не думаю, но о чем можно думать в этой игре? Только расслабон, под открытым небом, чайки летают, смотрите, смотрите, это что такое? Это же даже не чайки, это орлы, это кто? Это по-моему орлы, стая орлов, они вообще в косяки сбиваются, орлы? По-моему они так не делают, возможно это гуси. Но тем не менее, это означает, что скоро будет суша, мы прям вот-вот уже почти на суше. В остальном, как я сказал, в этой игре думать особо не нужно, расслабляешься, кайфуешь от природы, получаешь эти ожоги солнечные, ааа. Однако есть то, о чем я думаю постоянно. Я долгие годы работал над совершенствованием этого изобретения, и теперь я наконец-таки смогу узнать, о чем говорят рыбы. Опа, две рыбки плывут, сейчас я узнаю все их секреты. Напомните мне, сэр, о чем мы говорили до того, как эта акула нас прервала? Ох, уважаемый, о том же, о чем и всегда говорят рыбы, о финансах. Ну, конечно же, я говорил про новые карты Тинькофф Блэк в дизайне картин Третьяковской галереи. Опа, это интересно. Что вы делаете? Что-то я ничего не понял, надо, видимо, аппарат перезагрузить. Мне кажется, нас подслушивают, поэтому пришлось импровизировать. Ах, вот оно как. Но пока тот человек перезагружает свой аппарат, продолжим. Да, я считаю, такой дизайн идеально подходит этим картам. Шедевры украшают шедевры. Никак иначе это не назвать, ибо я слышал у этих карт пожизненное бесплатное обслуживание, если оформить их до 16 октября. И кэшбэк, который приходит настоящими рублями, а не какими-то там бонусами. Муж, быстрее включайся! О, готово. Слушай. Да что же это такое? Надо снова перезагружать. А кэшбэк-то, говорят, величественный. Прямо как картина богатырия. До 15% на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. И до 30% на покупки в магазинах-партнерах, чей список постоянно пополняется. Это правда? Чистейшая правда, сударь. И приумножать капитал с помощью этой карты очень легко, так как ежемесячно начисляется до 6% годовых на остаток по карте. Ну и, конечно, любезнейшие, не забывайте. Обладателям всей карты доступны бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона через СБП. К тому же, самые хрустящие наличные можно снимать бесплатно в банкоматах. Где же я могу оформить такую карту? Ну, разумеется, по ссылке в описании. Ну, а теперь поплыли дальше. Обсудим фондовый рынок. Ну же, ну же, ну же, давай! О, работает! Ну где же вы? Готовься к прыжку. Раз. Так, я что-то слышу. Два. Три. Прыжок! Мы приближаемся к какому-то острову. Он тоже снежный? Это остров, который нам нужен? Бежим. Надо проверить. Нет, это не наш остров. Это просто рандомный остров. Слушайте, а может быть, нам стоит на него высадиться? Давайте подгребем чуть-чуть ближе. Во-первых, у нас сразу есть возможность получить много мяса. И может быть, мы сможем найти титан. А нам нужно его много. Все, на якорь стали. Берем все, что нам нужно. А все, что нам нужно, это лук. Мишка! Дохлый мишка! Оп! Ой, он попал по мне! Бежим! Стоп! Давай, маневрируй, Евгений! А! Какой он живучий! Есть! Все, подохло. Погодите, всего два куска мяса? Какая дичь. Ой, какой приятный спуск вниз плавный. Мясо готово, кладем новое. Опа! Нет! Не делай этого! Тут же моя вышка! Вот она, тварь! Что она хотела сделать? Она хотела запороть мне все! Быстрее нужно все это застроить. Гадюка подбирается ко мне. И к моим важным постройкам. Хорошо, у нас еще целый день в разгаре. Нам нужно быстренько сделать лук. Лук готов. Теперь побежали. Опа! Что это я вижу? Неужели это вездеход? О-о-о! Сейчас будем кататься! Ты дашь кататься? Нет! Нет, он не рабочий! Блин! Зачем показывать вездеход и не давать им кататься? Ладно, пойдем вот туда, к вышке. Стоп! А может быть мне стоило взять металлоискатель? Вместе с лопатой. Металлоискатель, лопата. Стрелы нафиг не нужны. Камни надо оставить. Где они у нас лежат? Целый склад камней. Опять я весь день фигней какой-то пострадал. И все просрал. Иду в ночь. Но, видимо, такая судьба у меня. Смотрите! Да! Нет, в эту сторону. Стоп! Это где-то здесь. Прямо рядом с нами? Какую сторону ты хочешь, чтобы я... Есть! Ну, давай. Раз. Два. Тут сто пудов будет титан. Нет. И еще что-то есть. На этом острове полно металла. Вот где-то здесь. Есть. Нашел. Давай, раскапывай себя. Правильно сделали, что остановили здесь. Я думаю, мне это понадобится. Мне понадобится все, что я тут найду. Кроме титана. Опа, и больше нету ничего. Походу, это все. Так, здесь еще один вездеход. И кучка ресурсов с ящиком. А там... А там меня заполнили напрочь. Слышите? Музыка! О, это даже немножко нервозно. Если честно, я переживаю, что это может быть такое. Человек. Что это? Распродажа? Господи, боже мой. О, боже мой. Какая хрень стремная. Как я не ожидал этого. Идеальный скример. Все, не суетись. Просто умри. Я тебе помогу в этом. Тебе не нужно больше тусить на этом острове одному. А, ты уж был не один. Там твой сын на берегу был. Я его убил. Извини, пожалуйста. Но теперь ты с ним встретишься. Все, видишь, хорошо закончилось. Все обернулось очень удачно. Жирненький такой медведь. Однако, блин, я не могу сырое мясо взять с него. Я думаю, камни можно выкидывать. Они нам точно не нужны. Ладненько, собираем это все. На данный момент это самый пугающий остров. За всю игру. Что за новогоднее чудо нас тут ожидает? Открыть. Мы реально здесь можем торговать. Перец, чили. Что за кал? Ага. Вот мы можем купить здесь какие-то ресурсы. Т3. Это что значит Т3? Без понятия. Титановую руду можно купить. Но для этого требуется прессованный мусор и монета. Окей. А что я могу продать? Все это я не могу продать. И не могу купить. А то, что мог бы купить, не могу купить. Галимый остров. Просто напугал меня и все. Что, давайте раскладывать ресурсы. А я предлагаю разложить их в новый ящичек. В новое хранилище, которое находится... Где ты находишься? Вот. Все ресурсы здесь. Но сначала нам нужно освободить себя от ресурсов лишних. Поэтому давайте это сделаем в первую очередь. Ресурс менеджмент обязательно нужен. А теперь все готово. Можно делать. Хранилище изготовлено. Электрическая плавильня. Может плавить железную руду, песок и водоросли. Работает на электричестве. А у меня оно что, есть? Смотрите, для всего практически нового нужен титан. Я думаю, стоит потратить титан на зарядное устройство. Можно подключить к топливным трубам. А это просто энергии ветра. И думаю, силой господа также заряжает нас. Я думаю, надо изготовить. Посмотрим вообще, что это такое. Как это? Микросхема. Это что-то такое, что я, по-моему, еще никогда не делал. Микросхема у нас есть такая штука? Микросхема. Медный слиток всего лишь нужен. Микросхема готова. Вместе с ней готова. Где наша ветряная мельница? А, нужно 4 микросхемы. Твою мать! Сок лиан еще нужен. А мне же сок лиан не так-то много. Еще надо огромное количество пластика. 5 штук. Раз. Раз. Два. Все, 4 готова. И мельница готова. Ох, ни хрена себе. Это серьезная штука. Я думаю, ее надо располагать где-то наверху. На таких вот вышках. Для этого нам нужно сделать такие вот вышки. Сейчас начнется куча ресурсов. Будем просто так тратить. Хотя, это важно. Ну что, где мы расположим нашу новую вышку? Знаю где. Давайте вот здесь застроим. Она будет стоять прямо вот тут. Раз, два, три, четыре. Деревянный настил есть. Раз, два. Деревянный настил ставим. Смотрите, какая. Смотрите на нее. Не хочет продолжаться. О, боже мой. Ладно, давайте сделаем здесь еще настил. Сюда, настил и сюда. Давайте лестницу поставим. Стоит. Стоит, энергию вырабатывает. Что это? Это же зарядка для батарей. И, к счастью, я никакие батареи не выкидывал. Какое счастье. И, кстати говоря, поприветствуйте мой новый шкаф. Шкаф, поприветствуй шкаф. Я поставлю их дверьми друг к другу. Пусть они поближе познакомятся. Распахнут друг к другу свои двери. Так и поженились два шкафа у меня. И номер один был тому свидетелем. Ой, вы понимаете, как сейчас весело будет все это раскладывать? Нет. Но это необходимый этап. Ибо у нас очень много ресурсов, которые нужно разложить. О, оказывается, здесь есть такие вот кнопочки полезные. А я что-то вручную все раскладывал и не заметил. Немножко обидно. А еще, оказывается, можно с шифтом перекладывать ресурсы быстрее. Я этого тоже не знал. Обидно. Вот здесь мы расположим весь наш металл. Погодите. Женский голос? Я стал женщиной внезапно? Как-то это без моего ведома все произошло. Слушайте, как весело. И стало просто внезапно раскладывать ресурсы. Благодаря кнопочкам быстрого действия. О которых я почему-то не ведал. Все это время. Давайте соберем все, что у нас есть и разложим. Надо вообще понимать, что у нас есть в запасе. На что мы можем рассчитывать. И что нужно пополнить. По-прежнему для меня загадка, для чего здесь нужны эти посылки. Ладно, довольно. Я устал уже всем этим заниматься. Пора идти. Пора плыть, точнее. Но прежде чем мы это сделаем, нам нужно наши батарейки зарядить. Я хочу посмотреть, как это работает. Я не вижу ни одной батарейки. Ни одной, мать его, так. Серьезно? Ни одной батарейки? Куда они делись? У меня их было много, я помню. А, я, возможно, из них что-то сделал. Какое-то устройство. Ну, хорошо. Значит, ту батарейку зарядим, когда придет время. Сейчас же пришло время отправляться в путь. Поднять якорь. Выпить водички. Погнали, погнали. Как-то так. Снова дергаем рычаги. Одиноко на этом плоту. Только и приходится рычаги дергать. Как там у нас дела? Следующая станция через 1500 метров. Опустить парус. Направить в сторону двигателей, чтобы еще быстрее. По идее, должно это еще быстрее. А, руль, руль, руль. Взять руль. И врезаться, не врезаться в айсберг. Вот такие команды я себе раздаю. Чтоб было не скучно и не одиноко. Ох, как трясет меня. Ох, как качает мой плот. Но не от волн моря, а от звуковых волн. Подруливаем. Вот. Теперь строго прямо осталось плыть. Больше ничего не надо от меня. Ждем. Надеемся. Кстати, давайте проверим, как батарейка работает. Положили. И она заряжается. Вау. Все равно плыть еще дофига. Пусть заряжается. На самом деле, у меня такое чувство в душе, что мы скоро закончим с этой игрой. А потому и нет смысла что-либо еще делать здесь. В плане добывать ресурсы. Для чего? Ведь скоро плод нам даже не понадобится. Нам придется проститься с ним. И это грустно. И печально. Акула нас пытается съесть. Это грустно. И больно. Так. Лаги. Какие-то лаги только что случились. Что это? Что это я... Что это я взял? Посылка. А это что? Такого мы еще не видели. Какие-то ящики. Мы к чему-то очень интересному, судя по всему, подплываем. И, возможно, разрушенному. А, вот что нам показывали. Это просто остров. Это остров с огромной птицей, которая нас докапывала постоянно. Не вижу смысла там останавливаться. Там ничего интересного не будет. Кроме пары ресурсов ненужных. Возможно, я бы от скуки чисто сделал бы еще один мотор. Мотор готов. Давайте еще два сделаем. Чтобы поставить мотор, нужно убрать вот эту часть плота. И для этого нужен топор. Эп, стоп, стоп, стоп. Не то начал бить. Вот это надо бить. Готово. Ставься. Погоди, че? Повернуть. Правильно я? Неправильно. Или правильно? Ааа! Нет! Стоп! Стоп! Нет! Ааа! Стоп! Все, жив. Вот это я подставу себе сделал. Давайте поставим здесь. Лучше чуть-чуть пола сделаем. Еще разок. Вот так должно быть. И вот так. Что, заводим их? Да! Вот эта скорость, надеюсь, увеличилась или нет. Непонятно, увеличилась она или нет. Огромное количество моторов. Все работает. Почему-то вот эти заполнены прям. Видите, у них давление максимально. А эти нет. Я не знаю, что это означает. Возможно, что-то нехорошее. Ой, топлива мало. А теперь много. 700 метров осталось. Оно уже прям совсем близко. Знаете, как мореходы в древние времена смотрели с мачты на горизонт и ждали, когда случится пролаг. И это будет признак, что земля близко. Пролаг случился! Что? Погодите. Что? Вижу! Что-то вижу! Что-то огромное, блин! Где-то только что показалось. Вон оно! Вот там! О, это что-то огромное. Что-то очень большое. Быстрее! А мы бах. Дайте, выключаем. Ох, море волнуется! Я волнуюсь. Это что-то грандиозное. Огромное! Это огромный. Кажется, очень современный город. Офигеть! Это что, причал? Да, пойдемте туда и причалим. Вот бы сейчас было бы круто, если внезапно мы подплываем, и куча людей там таких стоят, и... Кто плывет? А я такой, а, все-таки идет правильно, ведь корабли ходят. А у меня крейсер самый настоящий. Я не знаю, куда в первую очередь стоит подкатить. Давайте вот сюда, между зданий. Здесь наглядно видна разница между высшим классом и низшим. Опа, там что-то есть, что-то ходит, я видел. Что это? Кабаны опять? Интересно, их пристани способны принять корабль, как у меня? По-моему, только кабан нас и будет встречать. Оп, стоп. Встали, 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 встали. Ох, ну что, ребят? Будем смотреть, что нас ждет здесь. Погодите, это не кабаны, это гиены. Ну-ка, иди сюда. Ай! Куда ты убежала? Ну, стой. У тебя стрела моя, вообще-то. О, неудачно, неудачно. Не смейся надо мной, я просто подскользнулся и упал. Кажется, они очень сильные, нет? Фигня. Короче, все эти гиены просто моя очередная хавка. Воу. Что? Это что-то интересненькое. Я могу складывать в стак эти ящики. Для того, чтобы забраться вот сюда, наверное. Или вот сюда. Давай, запрыгивай. Ох, не могу запрыгнуть, представляете? Вот тут что-то есть. Кабель. Кабель и жетон. А, я мог просто по лестнице забраться. Ну, конечно, все легче, чем мне кажется. Куча жетонов. Сами же ящики я могу переносить, как захочу. Я даже прыгать с ними могу. А значит, нужно будет их вот здесь где-то применить, да? Вот здесь поставить. Да. И вот так вот перебрасывать их туда-сюда. Окей. Так, значит, натянуть кабель мы можем отсюда. Но куда? Никто не знает, куда. Опа, здесь еще один ящик стоит. Но я не знаю, для чего его нужно применить. А, вот генератор. Вот куда нужно натянуть кабель. Ну, давайте. Значит, тянем. Наверняка нам хватит. Прекрасно. Что-то мы... О, окей, магия случилась. Значит, ползем сюда. И что у нас тут? Сразу можно осмотреть прям с высоты. О, жетон. Вот это зоркий глаз у меня. Что это за клетки птичьи? Не понимаю. Вот кабель. Где генератор еще один? Вижу. Давайте ящики сюда, что ли, сложим. Может быть, получится... Да, да, вон я вижу еще один кабель. И мы здесь. Кабель раз, кабель два и жетон. Спасибо за жетон. Ну что, тянем? Там гиена, только надо осторожненько все это делать. О, щит. Ой, блин, их две. Больно, да? Есть, готово. Все. Знаете, есть и с генератором не получилось. А, написано вот. Источник энергии здесь, в эту сторону. Вот сюда. Но я же никак не дотяну. Возможно, это нужно сделать вот таким образом. Сюда и сюда перебросить. И уже потом к генератору. Скорее всего. Только как теперь забраться туда? Наверное, игра от меня хочет, чтобы я использовал все эти ящики. Окей, как скажешь, игра. Как скажешь. Оп. Нет. Недостаточно ящика. Вот, теперь достаточно. Ага, ага. Стоп, а это зиплайн. А я могу его использовать? Значит, зиплайн, который теперь я не могу использовать. Я знаю, что нужно сделать. Давайте оставим вот так. Пусть тянется себе. Мы просто заново обойдем здесь все. Да. Вот как это нужно было сделать. Следующий кабель мы сможем натянуть, когда поставим ящики вот здесь. Ну-ка. Да. Ну все. Почти что все сделали. Берем кабель и натягиваем. Соединение установлено. И последний кабель тянется вниз. Подключил. Кабель. Только зачем? Погодите. Натянуть кабель снова? А куда теперь его тянуть? Это же генератор. Почему он не работает? Этот хорошо дает электричество, а этот нифига. Ммм. Возможно, дело в том, что его нужно тоже к чему-то подключить. Ибо здесь я вижу натянуть кабель. И здесь можно тянуть кабель. А-а-а. Я понял. Нам нужно отсюда же туда натянуть еще кабель. Все не так просто. Тут есть только один источник энергии. Вот. Хорошо. Цепочка готова. Вот теперь нам нужно плыть как раз-таки на тот участок. И требуется кабель нам. А, черт меня дери. Нужен кабель. А где его взять-то? О-о-о-о. Что это? Удерживать для плавного вращения? Мы должны собрать. Я понял. Мы сейчас соберем, и водичка хлынет как надо по трубам. Вот. Хлынуло. Вот так. Погодите. Вот так? Погодите, тут не все так просто. Вот. Мы что-то соединили даже. Только я не понимаю, куда нужно вывести это все. Ага. Вот сюда. Вот сюда. Значит, надо каким-то образом здесь повернуть это все дело. Вот так. Прекрасно. Лопата. Сейчас мы что-то классное возьмем. Что мы выкопали? Какие-то жуки. Окей. Нам нужно вернуться на плод, чтобы видеть, что происходит. Что мы меняем. Но что-то там жуки недовольны. Все. Я пополнил свои запасы. И теперь возвращаюсь обратно. Я прихватил на всякий случай с собой еще одну лопату, потому что я не понимаю, как долго нам нужно будет копать и ради чего. Что-то там насекомое беснуется, когда я копаю что-то. Погодите. От того генератора даже не нужно ничего тянуть уже. Потому что вот электричество идет как раз-таки к водонасосу. Пробуем еще раз. Вот мы копаем жуки. О! Я не понял, зачем это нужно? Зачем мне нужно подвергать себе этой опасности? Мерзкие колорадские жуки. Очень хищные. Хорошо, давайте все это выкопаем. Здесь, походу, сеет жуков. О, еще одно колесо. Понятно. Наверное, как-то так надо повернуть. Получилось. Есть. Куда теперь? О, еще одно колесо. Здорово. Тут куча лопат. Они не просто так здесь стоят. Мне нужно все это выкапывать. Спасибо, игра. Это очень весело и увлекательно. Симулятор фермера. Но я не буду этого делать, пока не пойму, для чего мне это нужно делать. Поэтому решим пазл с колесом. Последний, судя по всему. И посмотрим, что будет. Мне кажется, как-то так можно крутануть. Стоп. Есть. Не понял, как это получилось, но есть. Мы наполнили огромную джакузи себе. Походу. Для чего-то. Стоп. Поднять канистры углекислоты. Вот для чего это нужно было. Я не знаю, для чего это правда. Давайте сразу заколем жуков в этой кучке. А потом откопаем. Но может быть, нам как раз таки и нужно всех жуков изгнать отсюда. И потом засеять это поле чем-то. Но мне лопат не хватит. Игра сейчас такая надо мной посмеется. Ха! Ты не добывал ресурсы. Пропускал острова. И теперь ты не можешь сделать лопату. Игра окончена. Бэч! Все, давайте пока не будем копать. Я думаю, это опрометчиво. Что-то должно нам подсказать, где конкретно искать. А, требуется часть шифра Детто. А вот записка. Журнал Утопии Детто. Сверх секретно. У меня свой плод. Да еще с настоящими воздушными турбинами. Будь у меня больше мощности. Ух, какие бы я провел эксперименты. Но тут появился этот псих Улов. Он уже выгрузил клетки. И теперь обещает всем помочь вместе со своей армией. Когда я видел его последний раз, Улов Вилкстром уничтожил караван. Я никогда ему не прощу. Надеюсь, Ханни с Рубеном меня послушают. Ему нельзя доверять. На всякий случай я решил усилить систему безопасности своего плота. Эта карта только для самых умных, вроде меня. Смотрите. Грядки, грядки, грядки. Видите, самые важные. Водяной насос. Грядка номер один вот возле этой палатки стоит. Потом возле вот этих дорог. И вот здесь. Ага. Все. Мы все поняли. Возле двух дорожек. Это, скорее всего, вот здесь. Вот она. Часть шифра Детта. Есть. Возле этого сарая. Еще часть шифра. И мое внимание еще привлекает вот этот крестик. Что-то важное, судя по всему. И последняя часть шифра была вот тут. Есть. Ну, хоть не пришлось все эти грядки копать, благо. Открывай мне дверь, мальчик маленький. Где ты? Я всего лишь добрый незнакомец. Который долго путешествовал один в море. Я дергал рычаги слишком долго, Детта, мальчик. Ладно, извините. Я взял какие-то ресурсы, какой-то хлам. Что это такое? Это лопата. Здесь просто ресы, что ли? Ну, ладно, ограбим мальчугана. Ничего не поделаешь. О! Чертеж, большой рюкзак. Поднять гарпун. Неужели это для нового огромного монстра? Здесь наверху что-то должно быть. О-о-о-о! Использовать гарпун. Вот туда как раз-таки мы стреляем. Ребят, 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 ребят. Нам нужно туда. У нас другого выбора нет. Ну что ж, друзья, вы готовы? Поехали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!